Всем доброго времени суток в эфире городского телеканала ЮТВ Афиша с вами Юлия Боровикова Сегодня, собственно, как и всегда буду рассказывать вам о том, как вы можете провести свои выходные круто Начнем Сегодня пишемся в уютных условиях рабочей станции И не случайно, потому что здесь 17 февраля пройдет выставка-аукцион замечательной девушки, художника и фотохудожника Азы Щербаковой Передаю слово ей Выставок и прочих мероприятий у меня не было, это моя первая выставка Связана она с моей жизнью и для меня она очень важная В декабре этого года решила, что я хочу поснимать в студии девочек Я начала набирать и когда выходила из дома, я захватила с собой красный флоток То есть, собственно говоря, я снимала просто портреты А потом я решила, что нужно что-то сделать с этим флотком Обычно я когда обрабатываю, я слушаю либо аудиокниги, либо всякие статьи, либо еще что-то Ну, случайно наткнулась на книгу «Дьявол и синьорита Прим» И поняла, что эта книга, она имеет отклик с моей личной жизнью И я решила, что это будет выставка Что надо снимать девушек уже до конца И все это организовывать в выставку для того, чтобы донести до людей Ту самую основную мысль, которую я вынесла из своей жизни И которая есть в этой книге Что нужно всегда выбирать добро Всегда, что бы ни случилось, нужно выбирать добро Потому что злым человеком быть легче По секрету Аза хочет в этом году сделать еще 9 выставок Тема очень интересная, но это же еще секрет Поэтому 17 февраля необходимо прийти на рабочую станцию Поучаствовать в благотворительном аукционе И окунуться в мир творчества, так сказать О том, какая музыка нас ждет в эти выходные, расскажет Алексей Кольт Мне нужны руки только Мне нужны руки только И чтобы статчик с окон Рубили наши басы Плотно наши басы Мама любит деньги Любит деньги Мама любит дети Они так хотят конфеты И их так хотят конфеты Я расскажу, почему стоит и не стоит идти на концерт группы Грибы Почему не стоит идти? Не стоит, потому что группа Грибы абсолютно бессмысленная В ней нет ни капли, ни грамулечки и глубины Почему стоит идти на концерт группы Грибы? Потому что группа Грибы это одно из открытий прошлого года Группа, которая взорвала интернет Потом стала взорвать в туре города России Что еще? У них хорошая музыка То есть, если бы не слова, я бы мог бы даже послушать Такие вот ломаные биты В стиле немножечко там, не знаю, конца 90-х Что-то вот такое Синтезаторное, оригинальное, теплое, ламповое В любом случае, как бы каждый человек принимает решение сам Если вы поклонник такого современного репа То, милости просим, 19 февраля Начинать клуб Шаттл, концерт группы Грибы Мамы любят деньги, любят деньги Мамы любят дети, ее Они так хотят конфеты И их так хотят конфеты Конфеты в шубах под самодельный саунд Давай двигай с нами и без правил Никто мне по сцене не кричит красава Я вызываю тебя на следующий раунд Когда Оренбургская группа презентует свой новый альбом Когда, когда Я не помню, когда это было последний раз Чтобы Оренбургская группа что-то презентовала Именно вот в таком формате Я считаю, что нужно однозначно пойти Любителям музыки Возможно, даже тем, кто не фанат творчества группы Майн Ло Нужно просто пойти, посмотреть, поддержать Это музыкальная, как бы, площадка новых групп У нас она очень узкая, очень маленькая И раз в год там какое-то событие такое произойдет Если вы думаете пойти на эту презентацию или не пойти Я советую вам посмотреть выпуск настоящей музыки с ребятами У вас многое прояснится Вы поймете цель их творчества Как формировался их стиль В общем, что ребята хотят донести до своих слушателей От себя я советую, конечно же, сходить Потому что на музыкальной сцене Оренбурга Редко происходят такие события И ребят нужно поддержать Просто узнать, как у них дела И на самом деле интересно, что нового они придумали Так что 22 февраля, печеное колено Это была Афиша в эфире городского телеканала ЮТВ С вами была Юлия Боровикова Всем желаю отличных выходных и качественного визуала Еще больше мероприятий нашего города Можете смотреть в группе Оренбург, куда пойти Афиша Я на этом моменте с вами прощаюсь Увидимся через неделю Всем пока Субтитры подогнал «Симон»